Всем привет, ребят! Всем салем! Сегодня у меня такой небольшой выпуск бытовой. Я расскажу о каких-то нюансах, которые происходят вокруг меня, и расскажу о секрете моей молодости. Поэтому никуда не переключайтесь, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я начинаю. Многие не знают, что мне 33 года, и я вот так вот выгляжу, вроде бы неплохо, потому что, во-первых, у меня включен фильтр на телефоне, разглажена немножечко моя морщинистость, моя дряблость, и прямо сейчас я отключу фильтр, и вы увидите, как по-настоящему я выгляжу. Это огромный, огромный, так сказать, вызов Ютубу, потому что Ютуб нравится, когда человек выглядит красиво, эстетично, всякие фильтры, фотошопы. И сегодня я покажу вам, как я выгляжу на самом деле. Три, два, один. Вот, вы видите меня сейчас без фильтра на телефоне. Видите, у меня морщины, у меня неровная кожа, неровный тон. Но, слушайте, это всё, конечно, если прямо так присматриваться и постоянно думать о том, что ты стареешь. Конечно, я старею, как и все люди, и рано или поздно я буду совсем уж прям, из меня будет всё сыпется, и я хочу пока что, пока что этого момента нет, выглядит немножечко посимпатичнее и покрасивее, что ли. Конечно, мы все проходим степень старения, это грустно, нужно просто за собой ухаживать, правильно питаться, заниматься физическим трудом. Первое, второе, третье, всё, что я вам сказал, я этим не занимаюсь. Но, всё-таки, как-то старею я медленнее. Возможно, из-за того, что я не курю, я почти не пью алкоголь, и я ем белое мясо. И знаете что? Я хочу включить фильтр обратно. Что касается белого мяса, я когда-то услышал одну такую тему, возможно, это миф или легенда, что если человек ест белое мясо, то клетки организма стареют медленнее. Если есть красное мясо, то люди стареют быстрее. После 30 появляются седые волосы и прочее-прочее. Вообще, седые волосы и вообще седина появляются, когда недостаток меланина. Я об этом тоже прочитал недавно. И он легко восполняется, а вот исчезают седые волосы на голове или нет, об этом я сказать не могу, я не профессионал. Конечно, тема старения актуальна всегда. Мы все хотим быть молодыми, мы все хотим быть энергичными и такими, какими мы были в 20, чтобы тусить, ложиться спать на пару часов, вставать и идти на работу. Однажды у меня была такая ситуация, у меня была близкая подруга, и она именно тусила, спала пару часов, вставала и как игурчик шла на работу. Сами понимаете, за пару часов алкоголь может и выветрится, может нет, тут я тоже не профессионал. И однажды я посмотрел на нее и сказал, так, а что это? Она, значит, гуляет, она, значит, спит пару часов, идет на работу, у нее все нормально, а я так не могу. И я решил попробовать. Я натусился с друзьями, нагулялся, прихожу домой под утро, ложусь спать, сплю 2 часа, встаю и понимаю, что мне нужно выходить на работу. И это был самый кошмарный день. На работе мне стало плохо, меня вырвало именно прям в помещение, где сидит администратор, помещение очень узкое и маленькое, и вырвало урну, где не было пакета. То есть вы сами понимаете, урна с дырками и все, это, короче, было ужасно. Это кошмар был просто, и таким образом я подвел людей. Я заранее говорил, что я выйду, все будет хорошо, и все знали, что я иду тусить. Но я подвел людей, я подвел команду, что просто, ну, я не смог физически находиться на работе, мне было очень плохо. И после этого, конечно, поменялось мой взгляд на то, что не нужно мучить свой организм. Если вам плохо, то значит плохо. Если вы понимаете, что завтра на работу, не нужно бухать, пить, гулять до утра, чтобы потом вот такие вот нюансы происходили. Не подставляйте людей и не мучайте себя. Такие вот мысли у меня сегодня. Мои высказывания на ютубе многими людьми воспринимаются в штыки. Что бы я ни говорил, что бы я ни оценивал, как бы я себя ни вел, то это не то, то это не так. Это нормально, я уже нахожусь на ютубе полтора года, и я уже представляю, что меня будет дальше ждать, если я буду продолжать съемки, что хейты и людей, которые меня не слышат и не видят, будет все больше и больше. Особенно меня порадовало последнее мое видео, где я говорил про рыбу, где я говорил про то, какой ассортимент был в Астане и какой ассортимент в Москве. Это несравнимые вещи, но я и не сравнивал, я показывал просто факт того, что я вижу, что меня окружают. Но люди все равно слышат почему-то свои мысли, они слышат не меня, а именно вот какие-то голоса в голове в своей. И по поводу последнего моего видео, где у меня была реакция на Димаша, многие писали мне в комментариях под прошлыми видео, чтобы я снял эту реакцию. Я попробовал снять, просто я никогда не снимал никакие реакции музыкальные. Я не музыкальный критик, у меня нет музыкального образования, как я уже говорил. Я сейчас не оправдываюсь, я хочу просто донести мысль свою до вас, что это просто реакция. Там нет никакого сравнения практически, кроме как с людьми, которых я слышал или слушаю. Почему я не могу сравнить этого певца с этим певцом? Или немножечко посмеяться над какими-то нюансами? Почему все такие злые, почему все воспринимают это, как будто я кого-то обижаю или намеренно пытаюсь там унизить? Но это же бред, послушайте, пожалуйста, себя. Прежде чем писать какие-то комментарии, вы хотя бы посмотрите видео и услышьте, о чем я говорю. Я говорил о том, что я не музыкальный критик, что у меня нет образования, я просто снимаю реакцию, как снимают многие другие люди. И сейчас YouTube переполнен этими реакциями, это понятно. Мне было самому даже интересно именно снять этот контент, потому что я ни разу, опять же повторюсь, да, я буду повторять, пока вы не поймете, что я ни разу не снимал никакие реакции. Для меня это казался просто опыт. Я хочу экспериментировать иногда, а не просто же говорящая голова, как сегодня. Иногда хочется что-то новенькое. И, конечно, что-то будет мне подходить, а что-то не будет мне подходить. Но многие люди все-таки будут слышать всегда свои мысли, свою голову, даже если перед ними экран, и из этого экрана говорит голова. Сегодня буду перемещаться по квартире, покажу вам индукционную плиту, с которой я познакомился совсем недавно, и пытался в ней разобраться несколько часов. Вот так выглядит наша индукционная плита Hyundai. Очень классная. Здесь у нас над ней вытяжка. Вот. Вот так вот она выглядит. Четыре. Эти хоруга. Включается она через вот эту пипку, и потом выбирается именно часть, на которую будете выгреть. Здесь, к примеру, вот это. Включаете, настраиваете температуру. Ну, так как сейчас ничего нет, в принципе. Такая индукционная плита. Классная. Я ни разу на таких не готовил. Тот, кто смотрит меня уже давно, знает, с какими плитами я жил. У меня была плита блинная такая. Знаете, блины, которые металлические такие, они перегорали. Их, оказывается, можно менять. И вообще желательно нужно менять. Но это все уже в прошлом. Последняя моя плита была газовая, и на газе очень удобно готовить. Сейчас индукционная. Я скажу, что здесь быстро подогревается вода, здесь быстро все готовится. И это круто. Это экономит колоссальное количество времени. Потому что, когда вы ставите воду, чтобы она там скипела, на плиту с этими блинами, я прямо фотографию этих вот этих плит сюда вот размещу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Там кипятится вода просто вечность. Я однажды просто сидел и ждал, когда же я, черт возьми, сварю пельмени. Потому что у меня уже пельмени растаяли, а вода не вскипела. Но сегодня я познакомил вас с индукционной плитой, которая у меня здесь. И это прям моя радость какая-то, что наконец-то я могу готовить на нормальной плите. Поэтому, когда вы будете выбирать плиты себе в дом, выбирайте, пожалуйста, нормального качества. Не ставьте эти дешевые блинные плиты. От них столько геморроя, от которого потом вы сами будете страдать. Это мой совет. Вот так. Хочу вам также показать, какой чай я выбираю. Сейчас у меня ТЭС. Это не реклама. Это просто я показываю, что вот я люблю черный чай, кенийский. И вообще, я выбираю всегда чай, чтобы он был не гранулированный, а именно крупнолистовой. Сейчас я посчитаю, где тут. Вот, видите, написано, что благородный крупнолистовой цилонский чай, бла-бла-бла, но он измельченный. Там нет таких вот прям больших листов. И мне нравится. Есть такие чаи, где вы его замачиваете, и там просто красится вода. Там даже нет листочков. Там какая-то пыль собрана. Пожалуйста, следите за тем, что вы пьете. И это вообще очень важно, если так вот задуматься. Теперь я хочу показать вам, каким порошком я стираю. Порошок выглядит вот так. Это персил, это гель. Это даже не порошок, это гель. Средство для стирки жидкое, бла-бла-бла. Оно, кстати, очень классное. После него вещи пахнут очень приятно. Оно, видимо, с кондиционером или с чем, я не знаю. Ну, короче, этим стираю. Иногда мне хочется безумно советовать людям, что покупать и что выбирать. Какое качество лучше, что пить, что есть и что одевать. Вот что по поводу одевать. Я вам сейчас покажу, какие футболки у меня лежат в гардеробе. Сейчас я покажу, примерю, какая футболка у меня одна из самых любимых. Не знаю почему, но именно эта футболка мне нравится больше всего. Мне нравится цветовая гамма. Телефон, к сожалению, не передает, камера не передает именно такой цвет, каким она является. Она темно-синяя, она не черная. Темно-синяя, вот эти цветы прям... Ну, классно, короче. Мне не нравятся ляпистые футболки. Я сразу скажу, что мне не нравится, когда большие какие-то бутоны или еще что-то. Мне вообще цветы, в цветочек одежда не особо радует. Но это моя первая в жизни футболка с цветочком, который мне действительно понравился, когда я его видел в магазине. Поэтому вещи, которые вам действительно нравятся, нужно носить, ребят, а не убирать в гардероб на лучшие времена или на Новый год. Не одежда красит человека, а человек одежду. Даже если вы оденете самое ужасное платье, по вашему мнению, или самую ужасную футболку или рубашку, если вы улыбнетесь, люди даже не заметят, во что вы одеты. Это проверено на собственном опыте, и я это прекрасно знаю. И на своем канале я буду стараться все-таки призывать к добру, к справедливости, к тому, что каждый человек имеет право на счастье, и когда человек действительно счастлив, он не будет никому портить жизнь. Это такая нотка философии к концу выпуска. Кто-то попадает на мой канал и думает, что я буду сейчас тут веселить всех, прыгать как в цирке, как клоун, или, не знаю, обсуждать какие-то волнующие политические темы. Нет, ребят, это влог. Я повторяю, повторяю, повторяю еще раз, что это влог, и здесь вы будете видеть только мою жизнь и мир через мое восприятие, как я вам его показывал, и показываю, и буду показывать. Если вы понимаете, что такое влог, это уже круто. Не поверите, как я счастлив, когда люди понимают, на какой канал они пришли. Но жизнь все-таки непредсказуемая штука, интересная. Я верю, что у меня обязательно появятся какие-то моменты, какие-то приключения, с которыми я буду делиться. Спасибо большое, что остаетесь со мной, досмотрели это видео до конца. Оно было просто даже сказать не то, что ни о чем, а просто вот мне захотелось с вами пообщаться, сесть, включить камеру и что-то рассказать. Для этого и существует мой канал. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok